Здравствуйте, дорогие друзья! Приношу свои извинения за столь длительное отсутствие фильмов. Очень много работы и по заказам. Сейчас вынужден был немного прерваться, потому что в основном фильм будет сделан по вашей просьбе. В книжке своей я уже делал бокоплава, показывал и рассказывал, но за последний год я немножечко по-другому изготавливаю бокоплав более привлекательным. И просто честно я скажу, я уже немножечко устал отвечать на ваши вопросы. Все одни и те же. Поэтому легче прерваться на эти полтора-два часа и изготовить, обработать и выложить фильм. По материалам нам, в принципе-то, с вами понадобится самое-самое, что здесь дефицитное, это только лишь то, что нужен будет для огрузки свинец. Я обычно использую вот такой листовой свинец. Я уже о нем рассказывал. Клей я использую вот такой Акфикс гелевый. Нужна будет леска, нитка. Ну и понятное дело, мы будем делать морковного цвета, поэтому я беру даббинг морковного цвета. Если будем делать зеленый, у меня вот есть вот такой камера, не совсем так передает шартрес. у нас есть сиреневого цвета. Ну, то есть, практически можно изготавливать из того меха, который у вас есть, мех писа, кролика, то есть, с любого даббинга, который у вас есть. Но, если вдруг у вас нет... Ну, вот у меня жена, я показываю, вяжет. Это ангора. Она белая. Я не хочу делать несколько фильмов, но, как вы понимаете, вот мы берем эту ангору, распушили потом, и у нас получится хорошее тело у нашего бокоплава. Как же подкрасить? Подкрасить, я уже рассказывал, у меня есть такие специальные, они, правда, из числа дорогих. Есть у Романа Музера. Вот такие маркеры. Вот, прекрасно видно. Значит, они очень хороши, чем... Вот я уже на протяжении стольких лет работаю, ну, наверное, уже с десяток. Практически они нескончаемые. И я белую потом эту нитку, я просто беру, подкрашиваю и делаю салатного цвета. Сейчас я попробую вот найти его. У меня, по-моему, тут оставался такой, да. Вот оставался такой бокоплавчик. Камера немножечко так передает его, как желтым, но, поверьте, он шартрес. Вроде бы ничем не отличается, но в процессе сейчас изготовления этой приманки мы с вами сделаем ее еще более привлекательной. Давайте приступим. Я по порядку, пусть будет немножечко длинный, нудный, но так как положено, так я вам его и расскажу, как я изготавливаю. Вначале я наношу немножечко, вот, совсем немножко, чтобы только захватилась нитка. Клеем. Потому что нитка сама по себе полиэстер, она очень скользит. Нитка где-то 6.0, ну, вы можете использовать любую, но не толще. Будет очень неудобно. Накинули, провернули возле колечка и проматываем ниточку всю по цевью, так, чтобы она у нас... Можно, как обычно, и свинцом. Ну, я 10 раз, чтобы не делать одну и ту же работу, я всегда вот это делаю так. И вот такими шагами я возвращаю нитку, колечку. Значит, усы можно крепить, ну, вот, как будет вам удобно. Хотите в конце, хотите в начале. Значит, если мы будем изготавливать с вами оранжевого пера, вот я беру оранжевое перо, подбираю щепоточку, ту, которую мне необходима для усов, подравниваю, вот так подровнял, и потом беру вот таким движением руки, я отрываю бородки, не перекручивая, вот так, как вы видите, перевернул. Все, мне этого достаточно. Примерим длины наших усиков, меня они вполне устраивают. Если в чем-то вы ошибетесь, вы обязательно, допустим, вот как я сейчас их подхватил, и спокойненько я их уже сориентировал. И беру дальше, проматывая все по всей длине. что мне это дает? У меня уже есть подложка, на которую я могу смело наматывать свинец. Для удобства, ну, нитку белую, сами понимаете, мы же будем с вами с оранжевым цветом работать. Вот я немножечко поменял положение в ческах крючка, чтобы мне было удобно. Я вот отрезал такую полосочку свинца, она понятна. Для начала, чтобы не было никаких у меня затруднений, я оставляю здесь буквально миллиметра три, это точно, для крепления хвостика, пленки. Я в книжке описывал, оставляем обязательно место для крепления материала. Все, закрепили. Теперь берем наш клей. Если нет, можно использовать медную проволоку. И теперь я промазываю не до колечка. Промазал. Удерживаем пальчиком свинец и начинаем его вот так наматывать виточек к виточку. Можно использовать и функцию ротори, так как здесь труда большого не составляет, поэтому делаем это все так. Как я и говорил, друзья, вот вы видите, мы не доходим. Я этот кусочек свинца отрезаю. Есть. Что нам теперь понадобится? Вернем в исходное положение. Нет, вернее, давайте мы пока это будет схватываться, мы здесь же с вами выбираем опять же вот так щепотку бородок, подравниваем их, как вы видите, вот подравняли и потом отрываем. Здесь уже перекладывать не надо, потому что в нужной руке. Вымерили необходимую длину. Крючок, я забыл вам сказать, граб-шримп, я использую номер 10, чтобы вам было более удобно это все рассматривать. вот, и такая вот длина хвостика меня вполне устраивает. Все, довели до необходимого этого, оставили. Теперь по порядку, как необходимо значит, изготавливать все по материалам технологически. Я, вы неоднократно спрашивали, вот какой полиэтилен. Я полиэтилен использовал разный, но нашел для себя, я уже показывал его, вот он имеет вот такую особенность, как хорошо тянуться, вот он вроде бы как, не поймешь его, такой, это из упаковок был у меня, вот он достаточно эластичный сам по себе полиэтилен, импортный, хороший. Отрезал полосочку соизмеримую с толщиной тела, ну, примерно где-то здесь миллиметров будет шесть, может чуть-чуть больше. Как вы понимаете, можно использовать, если у вас имеется, и вот все возможные вот такие силиконовые, которые продаются в разных наборах, а не разных производителей, но и вот такие вот черные, там, белые, матовые, но весь смысл в том, что нам нужна прозрачная пленка. Для того, чтобы удобно было крепить мне материал, я здесь полиэтилен отрезаю вот так треугольничком, вот таким, и здесь же его креплю. Вариантов есть бесконечное множество, как вязать, это не обязательно, что так, я показываю вот как мне его удобно. Слегка подтягиваем пленку и останавливаемся у нашего хвостика. Дальше нам нужна леска, леска или проволока, как вам будет удобно. У меня вот такая леска, достаточно хорошая, удобная, но толще желательно не использовать, потому что она будет сильно выделяться на теле. Не доходим буквально пару миллиметров до того места, где мы оканчивали наш хвостик и крепили пленку. Почему? Потому что я уже объяснял, если мы дойдем до самой пленки, нам неудобно потом будет выполнять сегментацию. Все, друзья, переворачиваем в удобное положение и дальше подравниваем наше тело. Понятное дело, что оно должно быть белым, светлым. Ну, раз мех оранжевый у нас, значит, мы берем и делаем его светлым. Под другие цвета, серые, ну, понятное дело, что нужно использовать нитку подходящего нам диаметра, чтобы не было очень толсто, и хорошо, хорошо, вот так его подравниваем. Подравняли. За это время у нас уже и свинец подклеился. Оставляем. Здесь вариантов существует бесконечное множество, как можно. Можно дабинговой петлей, можно, допустим, методом расщепления. Для меня, честно скажу, гораздо удобнее методом расщепления, так как нить у меня более толстая, и мне гораздо удобнее взять, я уже показывал, рассказывал, уже бесконечное количество раз, это делается достаточно просто. На пальце иглой разровняли, поделили иглой пополам, разбили на вот две половиночки. и ну не больше, скажу честно, не больше 12-15 сантиметров. Почему я так, я, тиски у меня стоят, я бьюсь и об камеру, и ударяюсь об стол. Мне неудобно. Чтобы более мех у меня не скользил и не вылетал никуда, я беру вот обыкновенным воском, парафином, или же вощиной, как я обычно пользуюсь. Промазали, чтобы для надежности. И теперь я беру мех мелкими-мелкими вот такими я щепоточками беру и вкладываю в нитку. Она, если допустим по каким-либо причинам, начинает у вас мех скользить, я говорил, возьмите карандаш, который клеит клей-карандаш и спокойненько можно с помощью его качественно закрепить мех. Вот все, я набрал сколько мне нужно, закрываю мою нитку и начинаю прокручивать слегка. Прокрутили. После этого я обязательно должен слегка его еще подровнять. Ну, для этих целей я использую вот у меня имеется вот такая щеточка дамская. я слегка его подпушу. И удерживаем, отводим теперь опять в то же положение, подвожу. И первый оборот я делаю между пленкой и нашей леской. И аккуратненько волоски направляем в сторону загиба. вот так. Здесь я уже расщеплять петлю не буду, потому что здесь буквально полсантиметра добавляем как положено немножечко нашей нитки. И вот здесь я уже домотаю до колечка нашего дойдем обязательно, но оставляем буквально пару миллиметров для того, чтобы наши потом можно было крепить тело. Перевожу в удобное положение, делаю завершающий узел и обязательно перехожу уже на очень-очень тонкую нитку, потому что здесь будет большая скученность материала и будет крайне неудобно, но насколько мелкая можете сразу же перейти на оранжевую. нитку можно белым оставить, так как у меня имеется оранжевая, поэтому я работаю с оранжевой ниткой. Вот так годится, есть. Убираем. И что мы делаем теперь? теперь. И теперь самое-самое это вот то, что дает привлекательность. Почему вы в принципе-то и подняли этот вопрос? Потому что впереди уже начинается зимняя рыбалка и бокоплав, ну практически он работает круглый год, хоть летом, хоть зимой. У меня имеется вот такой набор. Я уже неоднократно его показывал. Это Хендесовский спектродаббинг. Есть отдельно продается и вот такой отдельно даббинг. я подбираю под свой оттенок у меня оранжевый. Я подбираю щепоточку оранжевого даббинга. Аккуратненько вот такую щепотку аккуратно его формирую по площадочке и укладываю сверху на своего бокоплава. Что теперь аккуратно берем обязательно следим за тем чтобы пленка не утащила наш блестящий даббинг. Подкладываем его под пленочку поставим в удобное для нас положение так и в натяжечку подтянем подровняем. Левой рукой конечно неудобно некоторым работать в начале но от этого никуда не денешься. Удерживаем в натяжку нашу пленочку и ниткой 3-4 оборота. Теперь нам нужно здесь промотать 5-6 раз. Больше не нужно. почему я говорю тонкая нитка потому что очень сильно потом будет большое нагромождение материалов. Не отрезаю пленку потому что удобнее так сегментировать тело чтобы леска наша не сползла. Ставим в удобное положение опять. и как я говорил видите вот камера не передаст но леска буквально в миллиметре от хвостика и очень удобно проводить сразу вот берем без всяких напрягов и выполняем сегментацию а если бы мы ее промотали аж до самого конца были бы у нас сложности. Так перепроверим чтобы леска не утащила пленку обязательно добинговой иглой помогаем помогаем так продавили так леска опять подровняли посмотрели убрали материал продавили продавили еще небольшая здесь хитрость у меня не вертикально а наклонен буквально бокоплав как вы видите на меня в большей степени крючок и за за счет этого я как бы не старался я не смогу вырвать его потому что очень часто вырвать расплюнуть стисков даже самых хороших дорогих и качественных крючок потому что усилие ну очень сильное здесь и удерживаем натяжку леску и опять переставляем крючок так чтобы как можно выше он был у нас здесь у загиба так ровно стоял и теперь я делаю здесь пару тройку оборотов если бы я обрезал пленочку сейчас то у меня было бы леска могла бы спокойно с колечка налезть на колечко а так за счет этого у меня более-менее леска удерживается но это как кому удобно это не значит что вы должны делать именно так теперь проматываю по одному месту на леске и ее удаляем для удобства чтоб не ждать можно добавить здесь все что угодно но я применяю клей опять же в натяжечку так чтобы это было красиво подрезаем не за один проход нашу пленку полиэтилен все у нас теперь более-менее готово и я чтобы леска уже здесь наверняка и выдерживала огромное количество поклевок я наношу свой гелевый клей на то место где намотана наша леска но это считайте будет как говорится у нас то что сформирует у нас головку так и делаю здесь завершающий узел и пока сохнет наш клей на бокоплаве мы должны сделать следующую операцию здесь сложностей никаких нет ну я конечно хотел чтобы вы давайте мы наверное сделаем паузу и наш бокоплавчик пусть высохнет здесь клей окончательно вот клей наш почти подсох и теперь нам нужна добинговая игла ну как вы видите у меня это самодельная цыганская игла вставленная был щуп от тестера можно ручку шариковую что угодно теперь что мы делаем поворачиваем в удобное для нас положение удерживаем чтобы не вырвать и начинаем вот так выдергивать наш мех не бойтесь если у вас вот как у меня вышло что я дерганул нитку у нас здесь все хорошо закреплено поэтому эта нитка нам абсолютно здесь не мешает и буквально старайтесь на каждом сегментике дернуть хоть немножечко вот так меха старайтесь по центру чтобы он у нас был более-менее симпатичным я имею ввиду по центру связанного тела перевернули посмотрели с этой стороны также попробовали подровняли вот сколько нужно вот у нас вышел такой бокоплавчик чтобы не были чересчур такие непонятной красоты наши его имитация лапок я вот так внизу их слегка лишнее удлиненное убираю и я специально сейчас возьму зажимчик вот как вы видите друзья у нас вышел вот такой симпатичный бокоплавчик оранжевого цвета со всех сторон вот достаточно как говорится моя жена говорит креветка головка хвостик все у нас здесь соответствует достаточно удобно и быстро делается приманка вот пожалуй все благодарю вас за внимание все вопросы пожалуйста на почту спасибо спасибо Продолжение следует...